Господи, когда исполнились дни очищения Марии по закону Моисея, принесли младенца Иисуса в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий первенец мужского пола был посвящен Господу и чтобы принести жертву, сказанному в законе Господнем, две горлицы или двух птицов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеона. Он был муж праведный и благочестливый, чаще утешения Израила. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, на колене увидит Христа Господнем. И пришел по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ны не отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром». Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготувал перед лицом всех народов. Свет к просвещению язычника и славу народу твоего Израиля. Слово Господне. Этот праздник, праздник надежды. Но надежда всегда есть нежна. Это не так, что мы просто уже уверены, так сильных солдат имеем, что ничто не будет заграждать нашу миру, жизни. Нет. Бог в своей силе приходит очень нежно. Обещал Симону и Анне, что будет, будут, не умрет, пока не увидит Мессии, и он ждал. Но там не было ничего особенного, просто вдохновение внутреннее, легкое. Он поверил и ждал. А что это значит, поверил? Открыл сердце на дар надежды, что это вспомнится. Вера открывает наше сердце на надежду, которая даёт силы. Силы, потому что это не так, что сразу всё приходит. Обещание есть, но когда это будет, это Бог указывает время, когда это происходит. И снова эта нежность сегодня в этой Евангелии. Мария приносит Иисуса, младенца, с Иосифом. Кто Он есть? Всемогущий Бог. Кто Он есть? Человек круг. Одно и другое. Мы можем принять, можем не принять Бога. Сегодня в начале я читал, что это тоже праздник, когда Мессия приветствуется своим народом. Кто там был? Кто тут пришел? Два человека. Симеон и Анна. А вокруг люди были. Когда 40 дней раньше мы переживали Рождество Христа, кто там был? Пастухи. А где люди вокруг, которые были? Пришли царь и маги. А где царь, который должен быть? Народ? Когда смотрю на это все, то только воспоминяю то, что говорил пророк. Пророки. Остаток. То значит, избранный народ – да. Но верность маленькая, немножко людей, которые верны. И на основе этих людей будет основано что-то новое. Так и пророчество было по Ветхом Завете. И вот это маленькое, что было, привив Симеон и Анна, говорив именю всех колен, а только эти двое людей приветствовали. А потом, после смерти и воскресения Христа, двенадцать апостолов, и через них всего разошлось. Надежда в силы Бога. А не так, как Он это видит, а не так, как мы. Надежда, то не значит, что мы получим, мы надеемся на что-то, да? Сейчас надеемся, что окончится война очень быстро. Что окончится война, и она окончится очень быстро. Я имею надежду, что это будет. Но Бог вызначает время, когда и как. Почему? Потому что Он видит наши сердца. Я люблю повторять это слово. Серца, которые часто закрыты на Бога. И нужно время, чтобы уметь принять этот дар. Дар, который приносит. Ждал Симеон очень много, но получил этот дар, который Бог ему обещал. Я надеюсь, верю и надеюсь, что будет конец войны. И это будет дар Божий. И тогда я должен дозреть сам и другие до этого, чтобы это так принять. А не только потому, что нам получилось. Потому что мы были сильнее. Потому что мы получили оружие. Оказывается, этого не хватает. Это не все. Как окончится, чтобы мы не забыли об этом, чтобы благодарить за конец войны. Потому что это дар Божий, который Бог уже нам готовит, чтобы мы умели принять. Так так, как Симеон и Иоанна. Продолжение следует... Продолжение следует...